Сейчас наиболее распространенной операционной системой для компьютеров, планшетов, ноутбуков и иных гаджетов на рынке является Windows 10, которая суммарно установлена на более чем 900 миллионов электронных устройств из разной ценовой категории. Такие на постоянной основе используют очень многие, решая с их помощью самые разные задачи. Казалось бы, раз это операционная система стала такой популярной за 4 года с момента своего релиза, значит все ей очень даже довольны, но на самом деле это и близко не так. Дело в том, что владельцы самых разных гаджетов регулярно сталкиваются с различными неполадками в ее работе, которые мешают пользоваться разным программным обеспечением и получать от этого удовольствие. Из года в год Microsoft не решает все эти проблемы, поэтому ситуацию может спасти только Windows 11. Слухи о разработке новой операционной системы компании Microsoft ходят по сети уже не первый год, но в следующем 2020 году они гарантированно подтвердятся так как эта американская корпорация собирается выпустить такую, сделав ее доступной для всех желающих. При ее создании разработчики проанализировали опыт Windows 7, Windows 8 и Windows 10, а сделано это было ради того, чтобы определиться с тем, на что в новой операционной системе стоит делать основную ставку, чтобы данное программное обеспечение оправдало все ожидания тех, кто ждет его релиза. Уже сейчас известно, что именно принесет вместе с собой новую платформу, а называться такая будет, скорее всего, именно Windows 11, хотя, возможно, разработчики решатся использовать какое-то другое наименование. Новая операционная система от Microsoft обладает высоким уровнем защиты, а все обновления на нее могут устанавливаться в фоновом режиме, в связи с чем не требуется даже снова и снова выполнять какие-либо перезагрузки, от которых мы сильно устали, в доступной сейчас Windows 10. Пользователей ждет стабильная операционная система с красивым интерфейсом, новым меню пуск, переработанными анимашками и стандартными приложениями, а также со многими другими новшествами, все из которых должны сделать это программное обеспечение гораздо более лучшим, нежели любое, которое выпускалось на рынок ранее. Все это окажется дополненно повышенной скоростью работы, увеличенным временем автономной работы, а также упрощением интерфейса, за счет чего разобраться в таком окажется максимально легко и просто. В настоящее время Windows 11 доступна для загрузки только сотрудникам американской корпорации Microsoft и ее партнерам, которые за счет этого могут заниматься тестированием данной платформы ради того, чтобы к моменту ее релиза выпустить стабильный продукт. Все пользователи получат возможность скачать данную операционную систему уже в первой половине 2020 года, вскоре после презентации. Тем не менее, первое время она будет доступна в виде бета-версии, тогда как финальная стабильная сборка новой операционной системы для компьютеров, моноблоков, планшетов и прочих гаджетов увидит свет только во второй половине года, причем за лицензию для нее, скорее всего, потребуется заплатить крупную сумму денег. Подробностей на этот счет сейчас никаких, к сожалению, пока что нет.